Но что очень важно, да, вы выпили воду, да, вы съели хорошую еду. Большинство людей, которые говорят, что они ведут здоровый образ жизни, вот именно так это и дело. Да только толку в этом нет никакого. Потому что те, кто говорят о том, что они ведут здоровый образ жизни, либо думают, что они едят нормальное питание, при этом, как правило, фиксируются только на этих витаминно-минеральных добавках, не учитывая всего остального, либо происходит интересная вещь. Смотрите, вы это выпили, вы это съели, а в клетку-то это не попало. Почему? А потому что по дороге это съел кто-то. Паразитарная проблема – это причина смерти в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, номер два. Более того, очень трудно сказать, какая из болезней имела именно вот паразитарную причину и природу. Но их большинство. Потому что паразиты – это, к сожалению, неотъемлемая часть биологии. Мы не можем с ними ничего сделать. Они являются частью замысла. От них невозможно избавиться. Но можно периодически наводить в теле порядок. Потому что паразиты заводятся в нас именно с этой целью – обокрасть, обожрать. Кстати, паразитус – это греческое слово, которым обозначали нахлебников. В буквальном переводе это тот, кто ест не дома. И это были люди, которые присоединялись либо к похоронным, либо к свадебным процессиям под видом гостей. Членов семьи или родственников покойного или, соответственно, молодоженов. И благополучненько ели и уходили себе во своясе. Так вот, паразиты заводятся в нас с целью объесть нас, отнять. Поэтому, вот, к примеру, если у кого-то из вас есть собака, ну, это еще не самое главное, главное, чтобы у вас был хороший ветеринар. Так вот, если у кого-то из вас есть собака, и вы захотите сделать ей прививку, то порядочный ветеринар, прежде чем делать прививку, то есть дать лекарство какой-то этой самой собаке, скажет вам, чтобы вы сделали собаке эту самую противопаразитарную и противоглистную очистку. Без этого никакое лечение, никакое питание смысла не имеет. Одна моя знакомая, как-то владелица собаки, на мой вопрос, вы собачки-то противопаразитарку делали? Сказала, да, конечно. Ну, ветеринар сказал, а себе? И прозвучал ответ, а мне зачем? Не поверите, дорогие мои, если есть глисты у собаки, а у всех собак и кошек есть глисты, у хомячков и черепашков тоже, то они неминуемо есть у вас. Если ваш ребенок ходит в детский сад или в школу, то он оттуда приносит не только там двойки или пятерки, а также синьки и шишки, а и чужих глистов и чужих бактерий, которые вы получаете в качестве бонуса. Можно, конечно, сделать сейчас фи и фу, но если вы здравомыслящие люди и вы хотите управлять этим процессом, то тут нужно не фи и фу, а просто понять, это факт. Что? Факт. Таким образом, нам нужно очищение, состоящее из нескольких уровней. Первый уровень – это, конечно же, противопаразитарная очистка. Почему? Потому что паразиты отнимают то самое клеточное питание, тот строительный материал, из которого состоим мы. Они его съедают. Объедая нас, они делают нас слабее. Но, как вы понимаете, что там, где они поели, там же они и... То есть тоже в нас. Таким образом, они не только нас объедают, но еще и отравляют продуктами своей жизнедеятельности. Что они делают еще с нами? Они нами управляют. Я не могу это проверить, я могу только доверять. Я слышал следующее, что когда глисты заводятся в организме человека, первым делом они выедают хром. А недостаток хрома ведет к тяге к сладкому. Поэтому, если вы любите сладкое, у вас глисты. Если вы любите жирное, у вас глисты. Смотрите, помните, я говорил, углеводы и жиры – это самая простая доступная форма энергии. А глистам нужна энергия за наш с вами счет. Поэтому тяга к сладкому, тяга к жирному, извращение вкусов, почти все кожные высыпания, выступания и так далее, то есть все, что происходит с кожей, чихание, ну много еще чего – это симптомы того, что у человека паразиты не просто есть, что их уже очень много. Еще одно. Люди, которые буквально напичканы паразитами, они становятся агрессивными, они становятся социально-асоциальными. Эти люди, как правило, ведут такое демонстративное поведение у них, вызывающее поведение. Поэтому, пожалуйста, не доводите себя до этого. Я уже не говорю о том, как много болезней происходит в результате вот этого самого заражения. Противопаразитарная программа, только услышьте меня, пожалуйста, это не в аптеку. Потому что то, что вы купите в аптеке, уничтожит вашу печень. Да, паразитов оно уничтожит, но только тех, которые вот локализованы. Те, что прячутся в клетках крови, на самом деле они рождаются там, а не здесь. Те вернутся, и ничего вы с ними не сделаете. А вот печени вашей уже не будет. За тысячи лет человечество нашло достаточно много натуральных и безопасных способов вот этой самой противопаразитарной профилактики и лечения. И к ним, прежде всего, относятся щелочное. Наилучшее противопаразитарное средство – это отрицательно заряженная мягкая щелочная вода. Далее, второе. Их нельзя кормить, паразитов, потому что, как правило, они там, где их кормят. Нельзя есть мучное, особенно белое мучное. Нельзя. Почему? Не буду объяснять. Вы можете проверить. Нельзя есть дрожжевое, потому что грибки, которыми вы потом будете нафаршированы, они будут на ногтях в виде перхоти, а потом превратятся в проблему у мужчин с предстательной железой и с бесплодием у их женщин – это последствия вот этого сахара, уксуса, консервов, белого мучного и дрожжевого. На мой взгляд, оно того не стоит. Если у вас возникает вопрос «А что же есть?», я скажу об этом позже. Но подумайте, тот ли это вопрос. Итак, первое – это противопаразитарная программа, которая должна длиться не менее чем 30 дней, и проводить ее нужно хотя бы 2 раза в год. Детям 3. Когда? В начале весны и в конце осени. Хорошо еще посреди лета, потому что, когда вы едете куда-то за рубеж, вы привозите с собой не только магнитики и сувенирчики, но и зарубежных гостей у себя в организме. Потому что паразитами там все изобилует. Что еще позволяет избавиться от них? Ну, в первую очередь, горечи и все острое пряное. Обратите внимание, Индия, Азия, Индокитай, весь Восток – это все, за Кавкази, это все очень пряная, острая, горькая часто еда. Почему? А они ее не любят. Что еще? Это алкоголь, но только в определенной дозе, до 50 мл. Либо это сухое вино, либо это самогон, если это хорошего качества самогон, либо это коньяк, либо это водка, либо это виски. Ну, тот же самый джин. Те, кто был в Индии, в частности, знают, что тот же самый джин – это было очень хорошее средство профилактики очень многих проблемных заболеваний. Но, напомню, не злоупотребляйте этим. Почему? Потому что при переходе количества алкоголя более 150, по-моему, после 100-150 мл, кровь становится густой, а это идеальная среда вот именно для их обитания. Таким образом, первое, мы не едим то, что они едят, то, о чем я сказал раньше, и мы употребляем в пищу как можно больше горького, острого, пряного, то, чего они не любят. И еще, что нужно делать, нужно есть поменьше. Лучше ешьте чаще, но меньше, потому что недопереваренная, недоусвоенная еда ведет к гниению, а они это очень любят. Второй пункт очищения – это, конечно же, желудочно-кишечный тракт. Именно после противопаразитарной вот такой подготовки программы обработки. Что такое желудочно-кишечный тракт? В первую очередь, это наш кишечник, толстый и тонкий. Почему? Потому что, ну, представьте себе, к примеру, эта кишка, которая должна была, должна быть покрыта вот такими ворсиночками, вот сюда попадает еда или вода, задача которой, пройдя сквозь стенки кишечника, попасть в кровь человека, чтобы кровь разнесла вот это все питательное в клетку доставила. Так вот, представьте себе, если вы едите мучной, если вы едите консервы, у вас в результате несварение желудка, у вас дисбактериоз, все там не так, у вас лишние весы и так далее. Вот кишечник изнутри покрывается толстым слоем, ну, вы догадываетесь, чего, да? И когда вода или еда, пусть даже очень хорошая, попадает в такую кишку, они не могут сюда всосаться. Они, как правило, просто идут транзитом в унитаз. Поэтому по статистике большая часть, более 80% вашего бюджета на еду – это кормление унитаза. И ничего больше. Ну, попутно еще, конечно, и глистов. И что еще происходит? Все-таки вода должна всосаться в кровь, иначе мы просто погибнем без воды. Но представьте себе, каково будет качество этой воды, прошедшей сквозь толстый слой вот этих залежей в кишечнике. Поэтому безусловное очищение вот этого желудочно-кишечного тракта является важнейшим условием для жизнедеятельности нормальной нашей. Как это делать? Предельно просто. Первое – есть меньше объемами, но чаще. Второе – это жизненно важно. Перестаньте ужинать. Нельзя есть после 7 часов вечера. Вы можете съесть яблоко, вы можете съесть какой-то легкий салат из зеленого чего-то. Кстати, паразиты очень не любят зеленое. Вы можете съесть там листовой салат с тем же самым маслом, с теми же самыми зернами каким-то вечером. Выпить бокал сухого вина или 50 мл коньяка. Это будет прекрасно, это будет хорошо. Но ужинать после 7 часов вечера, мягко говоря, глупо. Вы за это будете расплачиваться. Стоит ли оно того? Лучше, знаете, вот как сегодня, например, я проснулся голодный. Я просыпаюсь здоровый, я просыпаюсь бодрый, я просыпаюсь голодный. Я хочу жить. Я начинаю двигаться. Вот это результат очень хороший. И что еще? Монодиетные дни. Монопродуктовые. Когда вы едите что-нибудь одно, то ли яблоко, то ли кефир, вот только один продукт в этот день. Разгрузка. Очень хорошее средство очищения. Итак, когда в нас нет незаконных жильцов, и никто не ест нашу еду и не отравляет нас продуктами своей жизнедеятельности. Когда наш кишечник чистенький, и эта еда и вода всасываются, попадают в кровь. А кровь жидкая, потому что мы выпили достаточно воды. И все это стремится и струится, и попадает в наши клетки. Клетки счастливо размножаются и делятся, и тем самым обеспечивают наше прекрасное существование. Что еще? Важная вещь. Это рубеж или этап номер три. Это очистка лимфы. Мой отец умер в 55 лет. Достаточно рано. И диагноз был рак лимфатической системы. Что такое лимфа? Это первая система, одна из 12, которая формируется в младенца. То есть ничего в нем еще нет, в этом маленьком человечке-эмбриончике. А лимфатическая система уже есть. Почему? Потому что лимфосистема – это канализация. Это сток. И забитая лимфосистема – это вот эти отложения. Это, знаете, такая даже не жирность, а водянистость такая человеческая. И это всегда запахи. Если от вас плохо пахнет, самое глупое, что вы можете сделать – это продолжать законопачивать места, через которые лимфа очищается. Это все равно, что, извините меня, при поносе вставлять себе пробку. Нельзя употреблять сосудосуживающие. Нельзя употреблять антиперспиранты. Нельзя употреблять вяжущие, останавливающие процесс выделения. Поймите, пожалуйста, если в нас чему-то не место, это должно из нас уйти. Нельзя останавливать потение ни в коем случае, потому что с потом уходят шлаки. Нельзя останавливать выделение из носа, потому что это превратится в гайморит и в массу других проблем. Нельзя останавливать понос, потому что тогда все то токсическое, что выходит из организма, останется и отравит вас. Нельзя прекращать мочи и спускание, уменьшая его всевозможными этими средствами, равно как и провоцировать его. Не надо, потому что тогда все это останется в вас. Поймите это. Все, что должно уйти, должно уйти. Порядочные врачи раньше говорили следующее. Если вы больны, что они нам советовали? Спросите своих мам, пап, бабушек и дедушек. Обильное, теплое питье. Почему? А потому что это помогает лимфосистеме канализировать, отводить все то, чему в нас уже не место. Поэтому, кстати, у древних греков, которых я уже упоминал сегодня, их приветствие обычное переводилось на наш язык, привлезировано так. Как вы сегодня потели? Это было главное. Потому что если ты с утра вспотел, ты будешь здоров. Поэтому так много внимания они уделяли своим термам, своим баням и занятию гимнастикой. И пили воду. Так вот, почему лимфа так важна? Потому что все то, что является отходами, скапливается в лимфе и ждет канализации. Что мы можем делать для активизации лимфосистемы? Прежде всего, вы можете даже чаепитие сделать здоровым. А для этого пить, например, то, что пью я. Корень солодки. И другие лимфостимуляторы. К примеру, ну вспомните, что давала бабушка своему любимому внуку или внучке, когда тот простуживался. Помните? Это самое вкусненькое из баночки. Торжественно вынималось, открывалось. А у моей бабушки это что-то завязочками марлевыми были. И мы трескали это с удовольствием. Мы думали, как хорошо болеть. Малина. Малина является великолепным лимфостимулятором. Поэтому, если вы повернуты на собственной жизни, на собственном здоровье, то летом найдите кого-то, попросите, чтобы вам насушили достаточно листьев малины. Они просто вкусные. И зимой, осенью, противной промозлой вот этой погоды, вы просто будете пить чай с малиной. Вы будете потеть. Как это делается? Я вам расскажу, когда мы будем говорить о режиме дня. Итак, правильное чай и питье для лимфостимуляции. Второе, конечно же, движение. Лимфа сама не может дышать и двигаться. Ее нужно двигать движение. Поэтому гимнастика – это основа жизни. Утренняя гимнастика. Далее, безусловно, это баня. Какое это уже дело ваших предпочтений? Хамам, парная, сауна или инфракрасное – дело ваше. И, безусловно, это секс. Кстати, очень хорошая лимфоочистка в результате. Но при соблюдении определенных условий. В частности, попить воды до того. Кстати, вода, напомню, должна быть теплая, либо такая слегка горячая, но не очень горячая. Если мы это делаем и не пользуемся антиперспирантами, сосудосуживающими, вот этим, вот этим, вот этим, вот этим, то все будет хорошо. Тогда вы себя промоете, прокачаете, и у вас не будет запаха. Почему это так важно для вас, особенно, уважаемые дамы? Хотя, несколько дней назад на одном из моих тренингов был врач, который сказал мне, что, оказывается, эта проблема уже и у мужчин. Это вообще ненормально. О чем я говорю? Я говорю о раке груди. Потому что все то, с чему не место в организме, должно вывестись отсюда. Но когда вы используете антиперспирант, каким бы он ни был, натуральным, как лгут эти производители, или ненатуральным, он закроет этот процесс, прекратит. И все то, что должно было выйти, оно начнет скапливаться. Но когда его скопится уже много, вот эта химическая дрянь, все эти окислы, шлаки, токсины, они будут обжигать нервные окончания клеток и тканей. И тогда организм, чтобы не испытывать этот тревожный сигнал там, он это просто капсулирует. А что это превратится? Правильно, это превратится в опухоль. Где? Здесь нет. В мягкой ткани. Более мягкая ткань здесь. Поэтому если вы не хотите иметь проблему с онкологией, в частности груди, мужчины и женщины, не пользуйтесь антиперспирантами. Если вы пахнете плохо, сделайте предельно простую вещь. Первое. Перестаньте есть то, что в вас гниет. Потому что вы не можете это усвоить. Оно гниет, вы пахнете. Перестаньте пить то, что водой не является. Пейте чистую воду, ешьте легкую еду в небольших количествах, больше двигайтесь и потейте на здоровье. И тогда, как древний грек, вы можете совершенно спокойно на вопрос «How do you do?» сказать «Я потел, и это нормально». Потейте на здоровье и будьте здоровы.